Сегодня мы поговорим об удивительной истории человека, который встретится с Даджалем, будет убитым и воскреснет по воле Аллаха. Удивительна эта история тем, что это будет единственный человек, который будет воскрешен перед днём суда, человек, который, несмотря на всё, что с ним произойдёт, останется стойким в своей вере в Аллаха и который сможет показать всем лживость и слабость Антихриста. В сборниках имамов Аль-Бухари и Муслима, да помилует их Аллах, приводится хадис от Абу Саида Аль-Худри и Наваса Ибн Сам'ана, да будет доволен имя Аллах, в котором посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, рассказал. Явится Даджаль, которому будет запрещено входить в Медину. Он остановится лагерем в местности лишённой растительности к северу от Медины. То есть он возьмёт Медину в осаду, и об этой осаде мы подробно расскажем в последующих роликах. Из Медины выйдет молодой парень и отправится прямиком к лагерю Антихриста. В хадисе говорится, что этот человек будет лучшим или одним из лучших мусульман в то время. Некоторые считали, что этим человеком будет хидр мир ему, однако нет достоверных сообщений на эту тему. Итак, молодой человек направится к людям Даджале, которые схватят его и спросят, куда ты направляешься? Парень ответит, я иду к этому человеку и укажет на Даджале. Люди скажут ему, почему бы тебе не уверовать в нашего Господа? Парень ответит, мой Господь не имеет недостатков. Как мы знаем, Антихрист будет одноглазый, с большими физическими недостатками, и эти недостатки будут видеть как верующие, так и неверующие люди. Даже его последователи будут видеть, что их предводитель с недостатками. И парень, о котором говорится в хадисе, будет использовать это в качестве аргумента. Он скажет, Господь не имеет недостатков. А если Даджаль и является Господом, почему же он не может исправить свои недостатки? Логическое осуждение разумного человека. Если Даджаль, который заявляет о своей божественности, не может исправить свои недостатки, как он сможет помочь своим последователям с их проблемами? Это также показывает, насколько фанатичными и неразумными будут последователи Антихриста. Видя столько недостатков, они все равно будут считать его своим Господом, и никакие аргументы не смогут их убедить. В хадисе дальше сообщается, что люди схватят этого парня и станут говорить, «Убейте его!» Другие будут говорить, «Разве ваш Господь не запретил вам убивать кого-либо, кроме как с его позволения?» Когда этого парня поведут к Антихристу, он будет кричать, «Люди!» Это Даджаль, о котором предупреждал нас посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям. Он станет обращаться к последователям Даджали, чтобы убедить их в том, что они следуют за лжецом, и что тот не является Господом. Увидев этого парня, Даджаль скажет, «Привяжите его руки и ноги к кольям, после чего бейте по его голове, животу и спине». Люди исполнят его веление, после чего Антихрист спросит, «Веруешь в меня?» Всевышний Аллах дарует этому парню невероятное терпение, благодаря чему тот сможет выдержать все пытки и не поддаться смуте. Он ответит, «Ты лжец, Даджаль!» Затем Даджаль скажет своим людям, «Если я убью его, а затем воскрешу, станете ли сомневаться в том, что я Господь?» Люди скажут, «Нет». Тогда Антихрист прикажет распилить парня пилой на две части, начиная с головы. Когда тот будет убит, подобным образом, Даджаль станет ходить между двумя частями его тела, после чего он скажет, «Вставай!» И парень вернется к жизни, а тело его станет как прежде. Затем Даджаль спросит, «Теперь-то ты веруешь в меня?» Парень ответит, «Я еще больше убедился в том, что ты лжец». Потом он скажет последователям Даджаля, «О, люди!» После меня он уже никого не сможет воскресить. Увидев стойкость и веру этого молодого человека, Антихрист схватит его и попытается зарезать, однако Аллах поместит на его горле прочный слой меди, который защитит его. Тогда Даджаль схватит его за руки и ноги и выбросит в огонь, который на самом деле окажется прохладной водой. Последователи подумают, что парня выбросили в пылающий огонь, однако посредством этого парень попадет в прохладную воду. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал об этом молодом человеке, «Этот парень является самым великим шагидом у Господа миров». В другой версии этого хадиса говорится, «Даджаль бросит парня в огонь, однако он не сможет его убить». Получается, что этот парень будет убит в первый раз, однако во второй раз он не умрет. Данный хадис вызывает у некоторых людей недопонимание, ведь в другом хадисе дядя пророка, алейхиссаляту вассалям, Хамза ибн Абдулмуталиб, да будет доволен им Аллах, был назван Саидом Шухада, то есть господином всех шагидов. Между этими хадисами нет противоречия, ведь сам Хамза был одним из лучших сподвижников и членов семейства пророка, алейхиссаляту вассалям, и, пав мучеником, он стал господином шагидов. Что касается молодого человека, о котором говорится в хадисе, то ни он и никто из других людей не смог бы сравниться с Хамзой в заслугах перед религией Аллаха. Однако мученическая смерть этого парня будет лучшей смертью за всю историю. Хамза был убит во время сражения при Ухуде, а этот парень выступит против самого Антихриста и покажет перед всеми его слабость и лживость. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, и назвал его самым великим мучеником у господа миров. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». Станьте частью нашего даавата, пройдя по ссылке в описании, и разделите с нами непрерывное вознаграждение. Да укрепит Аллах наши стопы наивы религии и да сделает нас полезными для этой религии. Продолжение следует...